Уважаемые подписчики и зрители канала! Первые две недели сентября недельные прогнозы выходить не будут. Увидимся с вами в середине сентября. Желаю удачи! Здравствуйте, тельцы! Это расклад на месяц, на сентябрь. Начнем с вас самих, с вашего настроя. Но вы вообще, видимо, будете в сентябре такие сложные люди, такие прям тяжело с вами будет. Вы сами. Ваш, так сказать, самонастрой и амбиции. Двойка Пентакли перевернутая. То есть гибкостью, конечно, отличаться вы не будете. Когда мы говорим о гибкости, это не значит, что подстраиваться под всех и вся, и уступать всем и вся. Нет, но все-таки есть разные обстоятельства, настроения других людей, ситуации, когда вы более такие, ну, да, именно гибкие. Но в этом месяце вы будете пытаться как-то, не знаю, будете пытаться просчитать каждый шаг и гибкостью отличаться не будете. Финансовая, то есть финансово-материальная сторона вашей жизни. В сентябре шестерка жезлов, это великолепная карта, то есть это будут успехи, побольше и поменьше. Причем такие, где вы довольны, и люди тоже признают, что да, смотри-ка, то есть приметили что-то новое, купил или купила. Там на работу устроился, устроилась зарплата. То есть вы будете довольны, в общем-то, своей материальной стороной жизни в сентябре. И будете себя чувствовать достаточно уверенно. Общение и коротенькие поездки. Здесь, конечно же, десятка мечей перевернутая. Может быть такое, что вам надо куда-то смотаться. Не знаю, однократно это будет или нет, но вот явно что-то будет не получаться. Вам надо туда смотаться, как говорится, и уже вот это доделать что-то, да. А у вас это либо когда будет возможность, настроение не будет, либо когда будет настроение, возможности не будет. Ну то есть что-то, какая-то поездочка явно не получается. Много можете разговаривать о чьем-то там, предательстве, измене. Может быть это уже, как говорится, былых дней, а может даже лет. Ну много вот такого вот общения на тему, кто кого предал, или кто когда-то кому-то изменил. Или вам даже, может быть, изменили. Ну в общем, разговоры об этом. Еще может быть, когда, например, вы хотели, мы же говорим о ближайшем круге общения, родственники, да, вот наши ближайшие соседи, еще кто-то. Может быть вы хотели с кем-то, ну порвать отношения. То есть думать, все, уже я вот с ней или с ним все, и все, разговаривать не буду, не хочу. Но опять-таки человек нарисовывается, и вы опять продолжаете общение. Такое тоже может быть. То есть вы не завершаете это общение, не рвете эту связь. Дом, семья, семерка Пентакли. В принципе, карта очень спокойная, целенаправленного. Как говорится, мы трудимся, делаем все для дома, для семьи, стараемся. Периодически смотрим, оцениваем результат. Кто-то немножко недоволен, кто-то более-менее, ну ладно, подождем, сейчас еще чуть-чуть тут подделаем, доделаем. Но семерка Пентакли все равно карта спокойного, труда, на пользу, когда мы планомерно что-то делаем, 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 чтобы потом увидеть результат. Пятый дом. Творчество, удовольствие, флирты и детей. Девяточка Жезлов. Вот как раз если мы говорим о творчестве. Девятка Жезлов, она скованность все-таки придает, да, немножко. В том плане, что нет такого полета творчества, тяжело, больше как, если вы человек творческий, да, там, неважно, который публично выступает. По девятке это не самое страшное, просто иногда бывает такой творческий порыв, когда мы выходим и, не знаю, там, исполняем что-то, играем, и это от души льется, муза приходит. А по девятке Жезлов больше как человек опирается на свои знания, то есть изучал актерское мастерство, ставил свой вокал, там, в общем, человек опирается на свои знания, опыт и держится на этом. То есть нет немножко полета, да, вот такая какая-то скованность присутствует слегка. В общении с возлюбленными, потому что этот дом флирта у нас, и детьми в том числе может возникнуть, как сказать, присутствие... С возлюбленными вот здесь недостаток общения, недостаток контакта, может, даже физического, по разным причинам, нестыковки во времени в пространстве, да, не получается. Может быть, расстояние разделяют, может быть, невозможность увидеться, встретиться. И с детьми тоже могут быть разные трудности перевода, как тот фильм, то есть трудности общения, небольшие. Потому что вы достаточно, вот, понимаете, вы держитесь своих убеждений, у вас есть какая-то своя твердая позиция. И, конечно же, когда мы слишком вот такие статичные, слишком жесткие, то понятно, что взаимодействовать с людьми нам бывает сложно. То есть вот в пятом доме, в доме удовольствия и творчества, вот такая вот чуть скованная карта вышла. Будни ежедневные, общение с коллегами, семерка жезлов. В принципе, это здесь больше напоминает активность, главное не вспыливать, да, вот так, чтобы... То есть живинка – это хорошо, но может быть такая, знаете, как легкая, например, вспыльчивость или небольшая даже, ну, не агрессия, а желание что-то двигать с вашей стороны, потому что семерочка жезла – такая карта активности. Могут быть разные там опасения по поводу здоровья, но скрытых заболеваний нет, там видно дальше. Поэтому и сопротивляемость организма очень хорошая. Но с коллегами, да, надо сдерживать себя, пожалуй, я бы так сказала по семерке жезлов. Седьмой дом – это долгосрочные длительные отношения и брак, и также партнерство вообще наше деловое в том числе. Значит, начнем с партнерских отношений, с брака. Маг, он, конечно же, ловкачий мастер и, безусловно, действует с выгодой для себя все-таки в первую очередь. Да, он обдумывает, он очень, конечно, умный, человек способный повлиять как-то на отношения. И, собственно, он не применит воспользоваться этой возможностью. Я думаю, что это все-таки больше ваша карта, да, ваша попытка, ну, нельзя сказать, манипулировать партнером. Нет, конечно, но строить отношения с партнером по своему усмотрению. Потому что, как говорится, хватает разных рычагов воздействия, в первую очередь, и ума, ловкости. Что касается консультирования, вот если вы занимаетесь, там, не знаю, вы психотерапевт, психолог, у вас есть какие-то свои частные клиенты, то маг – это великолепная карта, потому что здесь действительно самостоятельность, мастерство. Очень дипломатичный маг, прекрасно ведет переговоры. То есть здесь все замечательно. Вот если у вас такой вот более-менее тет-а-тет, как говорится, да, работа с клиентами, с партнерами, то здесь великолепный месяц. Дом опасностей. Император. Карта вообще стабильная и достаточно без опасностей каких-то вам не грозит. Ну, безусловно, мы, если очень сильно захотим, мы на свою-то найдем приключений, пятую точку. Но вот так вам ничего не угрожает, потому что карта, наоборот, стабильная, спокойная и безопасная. Что касается сексуальности, вот здесь, конечно, я бы так сказала, наверное, мужчины-тельцы будут привлекательны своей вот такой жесткостью, пожалуй. Да, вот такой, ох, мужик, так будут смотреть женщины и думать. И, в принципе, как бы оно восхищает и тоже как бы притягивает. Но присутствует все равно элемент такой слишком уж, не знаю, закостенелости, что ли, да, если уж мы говорим об эмоциональной стороне вопроса. А для женщин тоже, потому что слишком прохладный все-таки. Император, он прохладный. Но я говорю, мужчина еще может манить своей вот этой вот, боже мой, вот этой жесткостью, вот этой вот, ну не то, что, ах, какой тиран и деспот, но типа того, да. Может у некоторых женщин, и у многих, кстати, да, вот такая жесткость, она вызывает, в принципе, восхищение, восторг и нравится мужчинах. Но в женщине это может немножечко попугивать, да, вот такая твердость какая-то. Путешествия, жизненные убеждения, философия изучения всего иностранного. И что мы, как говорится, от поездок черпаем дальних, если мы едем. Десяточка жезлов. Десяточка жезлов — это вот если мы говорим об изучении чего-то, о расширении своих знаний, то десятка жезлов — это вот когда туговатенько идет. То есть когда мы вынуждены перечитывать какой-то абзац, потому что что-то как-то мысль, она, ну туго, то есть информация воспринимается немножечко туго. Если вы поедете, например, в дальнюю поездку в сентябре, то вот бывает мы приезжаем с массой впечатлений, у нас прям, если там все фонтанирует, то вот здесь по десятке жезлов больше, ну что я там не видел, или что я там не видела. Такое состояние, ну что я уже вот это вот видела, это уже не так прям интересно, это уже пройденный этап. Это я еще три года назад уже все знала или знала. То есть нет такой легкости и восторга от дальних поездок в случае чего. Ну а сами поездки, они могут состояться, просто могут, может быть, почему-то тяжело, например, да, какая-то вот тяжесть присутствует. Карьера и общественное признание, суд, карта суд, в принципе, это же может быть и известность, и какое-то, даже не облегчение и возрождение, освобождение, назовем так. То есть я думаю, что если вы были долго безработными, ну как долго имеется в виду, понятно, что у нас и три недели по нашей жизни так долго, если вы были безработными, то суд как раз говорит о том, тем более, что здесь шестерочка жезлов, как карта победы, да, какой-то в материальном плане, может быть, вам удастся найти работу, и вы своего рода освободитесь от этой безработицы, да, у вас новый этап, вы как возродитесь и начнете новую жизнь. Ну, поиск работы может быть сопряжен, конечно же, с разной конкуренцией, что надо вот это вот бегать, ноги топтать, пороги отбивать, понятно, то есть шевелиться, назовем так, шевелиться. Вот. Суд единственное может быть нехорошим в плане карьеры, что если была тягостная, противная работа, которая тяготила, которая мучила, или там отношения сложные, может быть и уход с этой работы, потому что суд как освобождение от какого-то бремени, ненужного, тягостного для нас. Ну, а по поводу признания нашего суда, это своего рода какая-то известность. Ну, она здесь едва ли скандальная. Отношения с друзьями, карта мир перевернутый, могут быть, ну, это может быть, во-первых, какое-то отдаление с кем-то из друзей, могут быть у друзей какие-то большие неприятности, какие-то, знаете, как, ну, нельзя сказать, безвыходные положения, ну, типа того, да, какие-то либо непреодолимые, либо труднопреодолимые вообще трудности, препятствия, и, может быть, вы, вам, друзья, об этом рассказывают. А вот если говорить о нашем отношении с друзьями, то мир перевернутый, конечно же, это какое-то отдаление, или даже вплоть до, ну, вот, ну, не клеится отношение по каким-то причинам с кем-то из друзей в сентябре. Если вы принимаете участие в каких-то вот творческих коллективах, коллективное творчество, как, не знаю, там, хор, или у вас танцевальный ансамбль, или еще что-то, то, или театральное что-то, да, мир перевернутый может говорить о том, что у вас в сентябре не будет чувства единства с этим коллективом, вот когда мир прямой, да, это вот такая гармония в коллективе, когда каждый по отдельности свою лепту вносит и вместе они как прекрасный букет, а здесь такой, как будто цветочек выпал так из этого букетика, торчит отдельно, и у вас вот нет вот этого чувства единения. Ну и, если честно сказать, об альтруизме вашем в сентябре, ну, альтруизма нет, скорее обратная присутствует черта. И 12 дом, тройка кубков, то есть вам будет не хватать, вам очень хочется, потому что, видите, вот это состояние отсутствия гибкости ваша собственная, а вам будет очень хотеться, ну, трудно даваться немножко, вот такая легкость, понимаете, вот этот вот полет творческий, радость жизни, вкус жизни, чтобы ничего вас так вот не гнило, не угнетало, чтобы вот душа порхала и пела, вот что вам будет хотеться, но будет сложно. То есть это как раз вот эта вот легкость, вот эта вот троечка кубков, вот такая сексуальность, вот эта вот увлеченность чем-то, вот такая даже практически детская непосредственность немножечко, да, потому что какое-то вот такое состояние, слегка двигаясь очень аккуратно, и не получается раскрепоститься, вот раскрепощенности немножко вам будет не хватать, будет хотеться этого очень. Но это не самое страшное, что может как бы быть. Я считаю, что в принципе у вас хватит сообразительности, опыта, ума продержаться в этом месяце на этом, то есть на своих каких-то уже прошлых заслугах, убеждениях все очень аккуратно, грамотно пройти, опасности никакие не угрожают, все дома будет спокойно, по деньгам тоже все достаточно стабильно, и даже какие-то вот успехи. Так что, дорогие тельцы, я вам желаю прекрасного сентября, удачи во всех делах, всего хорошего, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова